Здравствуйте! Вы смотрите программу по существу в студии Татьяны Молокова. Для упрощения ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации были разработаны 12 целевых моделей. Они были утверждены правительством Российской Федерации еще в начале этого года. Основная цель этих моделей – улучшение бизнес-среды в регионе. В реализации двух целевых моделей участвует и Росреестр. Сегодня об этих целевых моделях мы будем говорить с руководителем Управления Росреестра по Чувашской Республике Екатериной Корпеевой. Екатерина Владимировна, здравствуйте! Здравствуйте, Татьяна! Екатерина, расскажите, пожалуйста, какие целевые модели участвуют в инвестиционном рейтинге, в инвестиционной привлекательности, за которые вы отвечаете? Мы участвуем в двух целевых моделях – государственной регистрации права собственности и постановка на кадастровой учет. Я, насколько слышала, управление Росреестр по Чувашской Республике в этом году было названо в числе лучших по реализации этих моделей. Да, у нас лучшие в стране показатели по количеству отрицательных решений, которые получают наши заявители. Будущие инвесторы подают документы на регистрацию и, как правило, получают выписку из единого государственного реестра недвижимости. Когда они получают приостановление и отказ, это 1% по приостановлению из доли всех подданных документов. И 0,27% – это уже когда решение об отказе выносится. То есть это очень хорошая цифра по России? Да, по России таких показателей Россия должна достигнуть только к 2020 году, а мы уже сейчас и не фактически. Как проходит постановка на кадастровый учет и как проходит государственная регистрация права? Расскажите, сколько дней, что должен сделать человек? Как это происходит? Вот действительно, это все обе процедуры, они заложены в этих двух целевых моделях. Каждая целевая модель – это последовательность действий нашего заявителя по оформлению своего права. Будущий инвестор, прежде чем прийти на участок, интересуется, что же можно на этом участке, какую деятельностью заниматься, что же можно построить. Это все видно из документов территориального планирования. Это зона ответственности муниципалитета. Когда уже участок выбирается и утверждается схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, то этот документ утверждается муниципалитетом, а готовится к кадастровым инженерам. Последовательно ставится на кадастровый учет этот участок, проводится аукцион, предоставление участка, и уже будущий инвестор подает документы через МФЦ. Раньше жаловались, что все это происходит очень долго, 30 дней и более. Сейчас за сколько дней можно сделать, пройти эту процедуру? Что касается схемы утверждения земельного участка, то максимальный срок у нас в муниципалитете 10 дней. Если раньше, то было 18 дней к началу года. По постановке на кадастровый учет у нас 5 рабочих дней, максимально 7 рабочих дней. Средние сроки, которые мы подвели итог, это 4 рабочих дня. То есть я так понимаю, что вы сократили время вот этих вот процедур? Обработки, да. Внутри органов и муниципалитет сократил, и кадастровый инженер сократил. Он быстрее уже готовит межевой план, который необходим для оформления земельного участка. И мы тоже смотрим эти документы быстрее. Работаем над качеством документов, чтобы лучше готовили документы кадастрового инженера. Не было технических ошибок. На начало года их достаточно много было. Вот, например, забудут указать членство в СРО, номер договора подряда или свой СНИЛС. Все, это уже не проходит форматологический контур. Это уже ошибка техническая. Были, конечно, и правовые ошибки, когда неправильно проводили процедуру соколосования границ. Или в насилие не указывали, что есть водный объект на территории земельного участка. Когда мы видим, что идет внесение ложных сведений в межевой план, то отправляем такие материалы в прокуратуру. За счет чего удалось добиться снижения сроков постановки на кадастровый учет и регистрации права? За счет чего вам удалось? Повышение профессионализма наших сотрудников Росрегистра, государственных регистраторов, сотрудников МФЦ и кадастровых инженеров. Как задействованы МФЦ? Можно ли подать электронно документы? У нас сейчас тенденция такая, что один из факторов цельной модели – подача документов в МФЦ. Чем больше процентов заявлений подано через МФЦ, тем лучше результат инвестиционной привлекательности. Поэтому почти все окна кадастропалаты у нас уже закрываются в этом году, к концу года. Это и Кудесия, и Чебоксары тоже. Последние пункты приема филиала кадастропалаты будут закрыты. Со следующего года можно будет обращаться исключительно только в МФЦ. Наши пункты приема закрыты. То есть только сотрудники МФЦ принимают документы на регистрацию. А электронным образом? Электронным образом. Это тоже отдельный фактор. И действительно, чем больше подано в электронном виде документов на кадастровый учет и с одновременной регистрацией права, тем лучше. У нас многие муниципалитеты уже полностью перешли на электронную подачу документов. Хочу отметить Аликово, Канаж и город, и район Шумерли, город и район Красноармейский район. Они молодцы. Есть те, которые еще даже ни разу ни одной заявки не подали, к сожалению. Давайте несколько слов, наверное, о работе органов местного самоправления, о муниципалитетах. Ведь от их работы тоже зависит инвестиционная привлекательность. И от их работы зависит то, как будут инвесторы приходить на территорию. Как вы оцениваете их работу? Да, конечно. Насколько прозрачна будет работа их, и нас в том числе, тем проще будет бизнесу выбирать будущие объекты инвестиционных вложений. В их зоне неответственности достаточно много факторов. Это документы территориального планирования, насколько качественно они подготовлены, и зависит и доля наших решений о приостановлении. По границам муниципальных образований, населенных пунктов – это тоже их зона ответственности. Надо сказать, что наша республика лидирующим положением в стране занимает по количеству внесенных границ. Если, например, к 2020 году нужно, чтобы было 50% хотя бы муниципальных образований внесено в реестр недвижимости, то на сегодняшний день у нас уже 95% внесено. То есть мы уже и перевыполнили факторы целевой модели, и далеко вперед остальных регионов ушли по этим показателям. Сейчас новые в этом году вносятся зоны территориальные, которые установлены правильно на землепользовании застройки. Сейчас они уже вносятся в реестр недвижимости. Это тоже важный информационный слой, который нужен будущему инвестору. Он должен знать, какой территориальный зону попадает и что можно делать на этом участке, какой деятельностью можно заниматься. Чем больше сведений будет в реестре недвижимости, тем понятнее и прозрачнее будет работа инвестора по уже созданию своего объекта. Екатерина Владимировна, вот вы сказали, что не все муниципалитеты пока освоили возможность подачи документов в электронном виде. Это сложно сделать? И помогаете ли вы инвесторам, людям подать документы в таком виде? Да, конечно. У нас есть даже специализированный выезд, помощь тем, кто впервые обращается на портал Росрегестра с электронными услугами. Мы выезжаем на рабочее место, смотрим компьютер, каких не достает программ, потому что там бывают нити-версии, которые требуются. Помогаем инсталлировать, чтобы было полное взаимодействие с нашим порталом Росрегестра. Подается первый пакет документов. Мы этот пакет документов отслеживаем, прямо введем. Какие недостатки тут же сообщаем и уже прямо до последних штрихов, до регистрации доводим. Это, наверное, очень удобно для строительных компаний? Да, конечно. Это удобно крупным инвесторам, кто часто к нам обращается. Срок регистрации в электронном виде сократили своим решением. Всего лишь три рабочего дня. Кто заинтересован в коротких сроках, добро пожаловать на портал Росрегестра. Как обстоят дела с границами земельных участков? Да, действительно, это проблемный вопрос. У нас должно быть два фактора. И по площади земельные участки, которые имеют согласованные границы, учитываются. И по количеству границ согласованных. Это отдельный фактор учета. Если по площади у нас на сегодняшний день 43% земельного фонда имеют согласованные границы, учтены, поставлены со всеми координатами поворотных точек в реестре недвижимости, а должно быть 45%. То есть мы чуть-чуть недоотягиваем. А по количеству границ, текущие показания 33%, а должно быть 53%. Это все наши земельные участки, которые в собственности физических лиц, юридических лиц. Это все, которые зарегистрировали подачу на амнистии, получили свидетельство, но межевание не проводили. И где фактически на местности находится их участок, знают только они. Спасибо большое, Екатерина Владимировна, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо, Татьяна. До новых встреч. Приглашайте. Будем объяснять, рассказывать наши новости. Спасибо большое. Я напомню, что сегодня о 12 целевых моделях инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации мы говорили с руководителем управления Росрегистра Почувашской Республики Екатериной Карпеевой. До свидания. Редактор субъектов Корректор А.Егорова